Уважаемые друзья искусства, наступило лето, и в июне, как так получается, очень хорошая погода. Так вот, и 22 июня, как обычно, у нас солнце, белые ночи, так все хорошо, но в исторической памяти у народа этот день будет всегда все-таки очень мрачным, даже черным, потому что началась война, которую наш народ осветил имя Великой Отечественной. Так получается, что некоторые наши интеллигенты, я думаю, интеллигенты, считают, что не надо так много говорить про войну, про ее жертвы, про День Победы, надо уже успокоиться, и как демагогический тезис выдвигаешь, что надо смотреть вперед. Ну, конечно, вперед смотреть надо, и причем надо внимательно смотреть вперед. Ну, а что касается войны, то как же ее забывать? Она коснула действительно каждого. Я не могу похвастаться, что мои близкие героически защищали страну. Так получилось, что и отец мой ровно через месяц умер, и оба деда в блокадном городе, и дядя. Так что часть населения нашей гигантской страны была заложниками, просто вынужденными исходным материалом войны. Но, конечно, я всегда буду благодарен тем людям, которые отстояли нашу страну, и тем, которые в тылу и в том и другом работали на победу. Ну, здесь у меня единственная только моя гордость и радость, что мама моя трудилась действительно на победу. Ну, а вообще, мне кажется, что когда раздаются голоса, что Ленинград был обречен, и Сталин даже, вроде бы, похихикивая ждал, когда этот город вообще сгинет, это вообще какая-то гнусная ложь. Я представил как раз той огромной массы нашего городского населения, которые, будучи еще детьми, маленькими крохотульками, были спустены. То есть была программа с середины февраля до середины марта, как можно больше вывезти детей из этого города. И, конечно, вмешивалась немецкая авиация, и бомбила, и автобусы, и машины, и поезда, и баржи. И, конечно, сама погода тоже на Ладоге не способствовала тому, чтобы так легко и быстро, без всяких потерь, вывезти детей. Но все-таки нас много, и когда там где-то собираемся, то выясняется, что одного 15 февраля вывезли другого, 17-18, и так до середины марта. А там просто уже Ладога не могла выдержать напоры этих тяжелых машин. Так что когда вот как-то так сокращают историю, оглупляют ее, не знаю, мне лично очень обидно и неприятно. Тем более, что война катилась быстро, ведь негодяй Третьего Рейха рассчитывал на блицкрик, и поэтому, естественно, что наш город и другие города были застегнуты войной очень быстро, и блокада так сокращала жизненное пространство, что не смогли так как-то быстро, оперативно решить многие вопросы. Хотя на самом деле решалось очень много сложных и трудных вопросов. Ну и дошла очередь, конечно, до массовой эвакуации не только детей, но и взрослых, и так далее. Это я говорю как гражданин, и как гражданин страны нашей, и как гражданин моего любимого города. Но я как искусствовед хочу все-таки поведать еще раз, и думаю, что это не напрасно, о художниках, которые работали во время войны. Итак, вот перед нами картина «Парад на Красной площади» Константина Юона. Ноябрь, 7 ноября 1941 года. И вот это сразу же по живым впечатлениям картина. Поскольку у нас есть недруги, даже какие-то недоброжелатели и с исторической точки зрения, то могут сказать, а зачем эта картина? Она фактически как бы кинокадр. Есть же кинохроника? Но на самом деле здесь, если смотреться, уже все подчинено художественным образом. Кинохроника впечатляет своими кадрами. Они как-то распределены во времени. А здесь в одном произведении сразу все сосредоточено. И вот эти войска, пехота, которые идут на фронт, и Кремль, и Мавзолей, и вот эти четко расставленные фигуры флажковых, и оркестр там где-то среди снегов сгруппировался. Так что и Василий Блаженный, и небо облачное. То есть тут все уже подчинено такой, в общем-то, трагической доминанте. И вот этот стройный марш солдат, он даже, наверное, более четок, нежели там в кинохронике. Помню, что люди шли в валенках, в тулупах, и не всегда, может быть, это выглядело так красиво, как полагается на парадах. Там было мужество, присутствовало. Не столько эстетика, не столько этот балет, хореография, маршировка, сколько мужества. Это поступь людей, которые шли, зная, что они могут уже никогда не вступить на эту площадь живыми. Так что мне кажется, что это замечательный холст, он остался в нашей истории искусства, и никогда, по-моему, не увянет вот это его мощное и красивое содержание. Конечно, о войне можно быть по-разному. И, скажем, Михаил Авилов, который возглавлял у нас в Академии художеств мастерскую батальной живописи, вот он написал такую картину «Поединок пересвета с Чулубеем» 8 сентября 1380 года. Это начало Куликовской битвы. Ну, конечно, обращаться к истории, к ее каким-то славным страницам надо всегда. И в такой момент, когда враг топчет нашу землю, почему же тогда не обратиться к теме и Куликова боя? Куликова сражения. Вот здесь мы знаем, что Чулубей по документам, Чулубей и Аслябя были монахами, иноками, Троицы-Сергиевского монастыря, и их напутствовал Сергей Радонежский. А Чулубей – это один из таких богатырей татаро-монгольского войска. Здесь историки знают, что на самом деле противостояние было не просто русских и татаро-монголов. Тут были сложности. И литовцы были на стороне русских, литовцы были на стороне татар. Татары были на стороне русских, но, естественно, что и там они были. То есть это сложная ситуация. И русские князья тоже, скажем, Олег Рязанский был на стороне татаро-монголов. Так что сложная ситуация. Но и Великая Отечественная война – это тоже очень сложная борьба. Мы же с вами знаем, что, к сожалению, были даже воинские объединения, которые выступали против нашей страны, хотя родились люди здесь, на этой земле. Такое вот отступничество. Так что картина имеет не только эстетический заряд такой, вот это единоборство, когда оба богатыря погибнут, но это еще и тоже повествование о сложных сочетаниях разных сил в Великой Битве. Во время войны была написана вот эта картина, это Николай Ульянов. Лоринстон в Ставке Кутузова, 1045 год. Лоринстон был послом в Москве, и он как бы знал вообще ситуацию в Москве, и поэтому Наполеон отправил его к Кутузову с тем, чтобы, ну, примириться. Но Кутузов говорит, что это же, меня не поймут, это предательство. Кутузов правильно сделал, что не стал на второй день сражаться с французской армией на Бородинском поле, потому что он видел, как уничтожается цвет русской армии, зачем же ее губить. Поэтому он оставил Москву, вот, но это был правильный ход. Затем, когда уже наша армия пополнилась, можно было действительно Наполеона, дождавшись, когда он там в этой Москве замерзнет, и его войска оголодает, и тогда уже гнать французов из нашей земли. Так что здесь Ульянов противоставляет Лоринстону и Кутузова. Они говорили наедине, поэтому здесь историческая правда, тут никого больше в этой картине нет. Это интересный диалог. Кутузов сидит, Кутузов так прочно, незыблемо оседает и смотрит на Лоринстона, ну, а тут, как проситель, стоит. Красивая картина еще и за счет военной амуниции, за счет какого-то интересного освещения. Так что разговор происходил ведь в Ставке, поздно ночью. Вот такой интересный рисунок, это Дмитрий Шмаринов. Он создал целую серию, назвал ее «Незабудем, непростим», это 1942 год. Уже было понятно, что наш народ победит, и не забудет, и не простит. Хотя раздаются голоса, что надо устроить все общепримирение и так далее, что надо подзабыть, надо тихомириться. Что забыть? Что забыть? Забыть простые стычки, которые были скорее связаны с работой механизмов, или надругательства человеческие, лесберские даже. Что же забыть-то? Поэтому правильно совершенно название этой серии, и, конечно, очень такой хороший добротный рисунок. Шмаринов вообще художник-график, он замечательный иллюстратор, и я так думаю, что вот эта серия «Незабудем, непростим», она как-то уже возревала для какого-то большого эпического литературного произведения. Ну, поскольку он иллюстрировал и «Войну, и мир», романы Достоевского, то как-то чувствуется, что здесь он не просто делает путевые зарисовки, когда двигался по местам разрушенной нашей земли, но он еще и так полагал, что будет какое-то большое литературное произведение, куда эта серия может войти как иллюстрация. Вот другой тут пример. Это Ярослав Николаев, который у нас в городе в блокадном оставался, работал. Вот такая картина «За что?» Это 1942 год. Поверженный человек на набережной Невы. Надо иметь в виду, что к Неве ходили за водой, и вот какая-то бомба, осколок ее сразили этого человека, навзечь прямо даже. И хорошо написан город. Так что ощущается атмосфера вот этого блокадного Ленинграда. Там и туман, который прикрывает некоторые здания, и лед, и проталины. В общем, ощущается ситуация действительно блокадного города. Ведь блокада длилась и веснами, и летом. Но все-таки художники как-то больше заточились на показе зимы, потому что там добавлялось ко всем бедам еще холод. А холод парализовал все. И электрические станции, и водопровод, все. И транспорт, все. Поэтому, конечно, вот эта зимняя ситуация блокады, она была страшнее, чем, скажем, летняя или весенняя. Вот такой тоже эпизод. Это уже скульптор Лишев. Сел Силан Лишев, замечательный скульптор, он в нашем городе поставил много памятников. Памятник Чернышевскому, Грибоедову. Он преподавал ему профессорам. А, еще интересный памятник, сейчас очень так часто вспоминаем ему, Ивану Петровичу Павлову в Колтушах. И вот он такую маленькую сцену изобразил. Это скульптура невелика. Опять-таки, за водой. Вода была нужна. Вода – это вообще необходимая для жизни. Ну, так даже у Байтона. Вода – это жизнь. Такой тезис раздается. И вот здесь один человек не смог уже все, от усталости, от боли, от голода погиб. А другой – укутанный в какие-то одежды, непонятно, мужчина, женщина. Это в те времена так четко не различалось. Идет с ведрами. Ну, все-таки женщина. По осанке, по позе. Вот замечательный рисунок Николая Жукова. Племетчица и медсестра Елена Лосева. Женщин специально не призывали. Они, как правило, все-таки шли в военкомат и просились служить. Вот эта Елена Лосева, она сталинградская сама. Она, узнав, что брат ее погиб, стала штурмовать военкомат, проситься обязательно в армию. Ее отодвигали. Потому что, ну, все-таки, действительно, война – это не женское дело. Но она настояла. И она будет и медсестрой, и пулеметчицей. Она очень храбро сражалась. Она и погибла героически. Но важно другое, что она, будучи медсестрой, когда видела, что около пулемета расчет погиб, она, не бросая сумку с Красным Крестом, еще и начинала строчить из пулемета. Я помню, в детстве, на улице Ткачей, в нашем городе, Заневской заставы, по каким-то торжественным дням, судя по всему, по праздникам, и, наверное, связанным с войной, где-то около Дома культуры текстильщиков, сейчас называется так, а тогда его назвали еще имени Крупской, выходила где-то с трамвая женщина, маленькая, аккуратная, такая, светленькая. Она была всегда в хорошем костюмчике, и по этим праздникам у нее на левой стороне пиджака были ордена и медали. Она не из тех, кто так размещала 3-4 награды по всей поверхности костюма. Нет, у нее компактно здесь были ордена и медали, и она, как правило, пела, поэтому ее все замечали, она не из тех мышек-нарушек, которые как-то так проскальзывали скромненько. Она шла и пела, пела, конечно, военный репертуар, и когда мы, мальчишки, ее окружали, она так щедро лезла в карман, доставала конфетки, ну, понятно, для малышей, а нас уже подрастающих интересовали ее ордена. Дело в том, что она действительно была боевой, настоящей участницей войны. Я так говорю, потому что иногда про женщин что-то только не плетут. Вот, и, судя по всему, у нее, конечно, в этой войне была и драма, потому что она ходила сюда без ухажеров, а мужчины и стеснялись, такой храброй женщины, ну, у них там одна медалька, две, а здесь комплект орденов, вот это раз. Второе, она, наверное, не спешила, помня свою любовь фронтовую, и не спешила обрести какое-то новое счастье. Вот, несколько лет она так шла по улице Ткачей, начиная от проспекта Абовской обороны, с песнями, а потом где-то там в дальних кварталах уже отыскивала свой дом, и все. Потом уже сидит с всякими новостройками, она куда-то переехала. Вот это незабываемый, живой образ женщины-фронтовички, потому что, конечно, пулеметчица-месестра Елена Войсева, тут изображенная, это уже как бы история такая художественная, хотя про образ все-таки реальный. А я видел собственными глазами, ну, не только я, все мальчишки в улице Ткачей видели эту удивительную, красивую, очень такую добрую, и, как оказывается, очень мужественную женщину. Она и была пулеметчицей. Почему я затеял разговор, потому что она была пулеметчицей. Вот. Ну, мальчишки спрашивали, а сколько там вы тетя Маша побили, там, и что так далее. Но она на это уже не отвечала. Она песнями, песнями отвечала. Тратата говорит пулеметчик, Тратата говорит пулемета. Ну, примерно так. Вот другая красивая женщина, если я не ошибаюсь, это написал ее Фархад Киреев, Мария Ворвиченко в битве под Курском. Это тоже замечательная женщина, медсестра и стрелявшая во врагов. Она столько спасла наших солдат, мужественно вытаскивая их с поля боя. Иногда, ну, в первый раз 8 человек, в другой раз 20 человек. В общем, счету этим спасенным нет. Она и сама этого счета не вела. В итоге, короче говоря, ей через 20 лет после войны посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Ну, потому что люди знали ее подвиги. Иногда подвиги описывались в каких-то рапортах, а иногда подвиги жили в сознаниях людей. И вот ее однополчане представили ее в боевой путь так, что в итоге было решено в 1965 году посмертно наградить ее золотой медалью Героя и Ордена Ленина. Ну, она решительно здесь показана. Она тут не сисюкает, не рупчет. Она очень энергично, так скажем честно, просто вытаскивает из этой страшной схватки бойца. Вот. Ну, а Николай Жуков еще тогда нас порадует таким рисунком вместе с Розиночком. Николай Жуков шел с армией, он был командирован. И вообще многие художники были рекомендированы к тем или иным частям. Поэтому вот здесь вместе с Розиночкой это реальная, красивая девушка, которая в минуту такого затища смотрится в зеркало, там у нее прическа красивая, хорошая, сама фигурка такая стройная, затянутая в талии ремешком. Армия огромная, война действительно великая, и поэтому столько там разных было событий. Поэтому Пучу показывает только, скажем, трагические страницы. Вот Жуков нашел такой эпизод, в котором счастливая на данный момент красавица так как-то подправляет свое личико. Ну, мало ли, вдруг сегодня к танце там где-то или может придет ее какой-то добрый знакомый из рук. Вот Яковлев написал портрет гимнала майора Панфилова, это 1942 год. Это известный портрет, он проходит по всем учебникам о Великой Отечественной, когда говорят про Панфиловцев, то вот это как раз Панфилова портрет и помещают. Всех его героев не поместить, а вот его можно. Так что это известный портрет. Ну, тут опять показана зима, вот эта сложность войны, тут еще лошади, а не танки сзади за командующим армией. Снег хорошо написан, то есть все очень правдиво. К сожалению, Панфилов скоро тоже от болезни тяжелых, по-моему, умрет, так что он не дождется дня победы. Ну, вот такой интересный, своеобразный репортаж о человеке, который командовал очень достойно, и воины тоже были храбрыми. Вот Вера Игнаетовна Мухина показывает нам партизанку, 1942 год. Это, конечно, обобщенный образ, это не конкретное лицо. Может быть, оно было взятое жизни, но художественно как-то еще подправлено, потому что здесь все говорит о таком откровенном мужестве, и брови, и глаза, и вот эти плотно сжатые губы, вообще очертания лица очень красивые, и стриженные волосы, тогда ведь косые уже были не нужны, и приходилось многим женщинам стричь коротко волосы под шапку или под пилотку, так что вот здесь такой интересный образ, ну в данном случае это партизанка, мы должны помнить, что партизанки были какие, как Зоя Космодемьянская, которых забрасывали в тыл врага, и были местные, конечно, местные, по всей видимости, так я думаю, сохраняли как раз признаки гражданской жизни, поэтому вряд ли так коротко стригли себя, а это, наверное, партизанка, прообраз которой была, те радистские минеры, которых забрасывали, потому что они уже были в армии, они уже служили, вот это такой особый контингент, и вот интересный такой скульптурный вариант, это Бембель изобразил Гастелло, сейчас все как бы ряется, ищут, Гастелло ли первый там осуществил этот таран, и он ли пикировал на какой-то транспорт немецкий, это все такая суета, это все мелочи, это как будто какая-то зависть не позволяет людям принять историю, даже если она чуть-чуть мифологизирована, вот той, которая она существует, она же в народной памяти существует, она, если где-то чуть-чуть как-то облагорожена, то именно народным слогом, вот, поэтому мне кажется, что надо верить этому произведению Гастелло 43-й год, и вот это отчаяние, Бембель, я не знаю, как там в кабине самолета, но Бембель показывает, что это он так как бы, это вот так вот все, прощается он с жизнью, но так дорого, ну, мне так кажется, во всяком случае, это очень такое экспрессивное произведение, выигрышное, по-моему, оно несет в себе заряд, во-первых, мужества, во-вторых, где-то характеризует свойства русских людей, иногда идти на смерть так вот, напропалую, не подсчитывая дивиденды, какие там у них будут потом, вот, и интересное произведение вот это Белашова, непокоренная, это 43-й год, ну, тогда уже было много известных фактов, как гибли партизаны, как гибли простые люди там в тылу, и вот этот образ непокоренный, он немножечко, может быть, декларативен, так, даже плакатен, но леплен хорошо, Белашова была, ну, иногда делал Тударин Белашева, все-таки правильно Белашова, она большой мастер лепки, она тут хорошо трактует форму, ботинки на ногах, вот эта юбка такая из толстой, плотной ткани, какой-то такой полушубочек, во всем чувствуется большая, хорошая лепка, немножко эскизно, но это оживляет произведение, вот Сара Лебедева изобразила Твардовского, замечательный портрет, я убежден, что Твардовский и на войне был замечательным поэтом, и журналистом, и после войны о нем идет только хорошая слава, так что здесь красивое лицо с большим уважением проработано в мраморе, ну, Сара Лебедева замечательный скульптор, так и столь распорядилась, что одно из ее гениальных произведений это Феликс Эдмудз-Дзержинский, было в первые же дни вот этих контрреволюционных переворотов снято с площади под улюбленной толпы, но произведения, искусство, они все равно живут дольше, чем те, кто их низвергает, даже когда что-то уничтожено, все равно потом восстанавливает потомки, ну, Денека замечательно написал пейзаж такой военный, это окраина Москвы ноября 41-го года, надал бы вот эти рельсы, врытые в землю, дома, которые почернели, потому что уже брошены, и потому что здесь пожар кругом все время, вот, куда-то мчится крытый автомобиль, по надобности, конечно, там везет либо грузы, либо людей, и вот эти сугробы снежные, которые не белоснежные, а закопченные тоже, потому что война все время приносит сюда пепел от пожарищ, пороховую какую-то пыль, грязь, и вот чуть-чуть на первом плане там пробиваются как-то две-три травки, ну, потому что жизнь все равно не остановить, она все равно где-то будет пробиваться блинками, травками, доказывая свою вообще-то вечность, вот, и такой интересный тоже холст, как Юрий Пиминов, написал «Дороги войны», 44-й год, это у него получилась такая серия интересная, у него этот композиционный ход использован и в том, как вот едут красивые люди по Москве, потом вот это «Дороги войны», а потом уже «После войны», то есть он такой взял, создал интересный триптих, но в данном случае интересно, что за рулем сидит женщина, а мужчина в каске справа, он, судя по всему, командир, вот, она управляет этим вилесом, вот едут они за колонной, там и пушки, там и вот эти крытые фургоны, и все это куда-то туда, а по бокам уже разрушены вот эти разбитые танки, опять-таки, ну, это немецкие все, и пушки, и куда-то вперед, вперед, куда-то на запад катит вот эта дорога. интересный момент, когда кто-то думает, как это так, вот, скажем, войска Конева сделали такой мощный бросок от Берлина до Праги, ну, в Европе же дороги такие, что надо скорее выручать Прагу, если бы это все было где-то на других землях, то, конечно, такого близ броска не было, ну, а вот сейчас они по расчищенной дороге, вот это герои картины Пименова туда, куда там мчатся, он не указывает точно куда, это 44-й год, но ясно, что это туда, на запад, на запад, вот, ну, и еще интересный, конечно, вот этот холст, это Мачальского Дмитрия Победа, Берлин, 45-й год, тут нужно иметь в виду, что действительно некоторые художники дошли до Берлина вместе с войсками и были свидетелями вот этого триумфа нашей армии, так что здесь и у Кривоногова тоже такой же мотив есть, и у Мачальского, это правда, правда и художественная, и историческая, видно тут какое-то мощное дот-укрепление, которое теперь же безмолвно и наши танкисты машут шлемами и уже кто-то даже пристроился покурить так спокойненько на первом плане, и там над Рейхстагом красный флаг. Кривоногов, который тоже писал тему победы, вот он присутствовал, тогда он это видел сам своими глазами, он решил в 51-м году обратиться к теме защитники Брестской крепости. Дело в том, что война, вопреки представлениям некоторых писательниц, она так быстро катилась по нашей земле, что подвиги некоторых людей стали известны только потом уже, после войны. И вот о Брестской крепости стали говорить именно после войны. Писатель Смирнов, он выискивал героев этой Брестской эпопеи, ну и, конечно, Кривоногов тоже решил, Петр Кривоногов тоже решил откликнуться на эту тему. Так что, вот такая интересная тут панорама, страшная, конечно, тут и наши убитые воины, и немцы тут, и вот этот кирпич разбитый снарядами и пулеметными очередями, и красное знамя, которое еще все еще реет и не сдается. Ну, в общем, интересная картина. Может быть, она не совсем точно отражает, что было там, но теперь же кто воскресит эти документальные кадры, тем более, что их и нет. Вот, из рапортов немецких офицеров ясно, что крепость сопротивлялась очень долго. Из воспоминаний участников этой эпопеи тоже известно, что при всем хаосе была какая-то мощная организующая сила. Так что, вот, художник постарался показать своеобразную контратаку, когда собраны вместе, воедино, в один кулак, скажем, там взвод, скажем, или полурота, и вот она дает отпор немцам. И вот заместительный хост Непринцева, про который я неоднократно говорил, он известен всем. Это отдых после боя, или в народе называется Василий Теркин. Сам Непринцев служил во время войны в Ленинграде во взводе морской разведки. Но так получилось, что разведывать-то морякам было нечего, город был в блокаде, поэтому в основном, конечно, его использовали как художника. Вот, и он работал в бригаде художников там, где возглавлял ее Серов и делал зарисовки. то есть, я к чему? Когда начинаются какие-то нелепые, гневые разговоры о том, что, а, ты не участвовал прямую в военных действиях, так это же из миллионной, многомиллионной нашей армии не все же напрямую шли на врага, а как бы зенитчиками, которые вообще стреляли по самолетам, иногда даже может промахиваются, а может просто делали за городу такую стену огня, чтобы самолеты не пролетали, но они же тоже участники войны, и те, которые поддерживали порядок в городе, это тоже участники войны, то есть, мне кажется, что со времени какие-то корхоборы начинают перетягивать понятие подвиг на себя, на свои какие-то страницы, биографии, а забывая, что это действительно весь народ участвовал в этой гигантской битве с врагом, и действительно война была священной. Заканчивая, я хотел бы сказать так, что когда кто-то полагает надо успокоиться и даже праздник этот 9 мая сделать днем скорби, то это абсолютная справедливость, люди шли на войну не с тем, что потом победив, все время нос весит вниз, и все время печалится. 9 мая это праздник победы, и он не только предполагает минуту памяти, или там даже можно и помянуть за столом всех погибших, но он предполагает еще движение вперед. И я убежден, что у миллионов людей еще это 9 января, то есть 9 мая того самого 45-го года это живет. Мы с мамой оказались в Байболовке, это там, на Урале. Мама была заведующей клубом при психической лечебнице. В этой психической лечебнице, или там госпиталь, как угодно можно называть, там были наши солдаты и офицеры, которые были контужены в голову, которые, если брать сегодняшнее слово, вели себя неадекватно. А иногда они были спокойными, такими дружелюбными. Когда были приступы боли, то, конечно, это было безумство, буйство такое страшное. И мама это все видела, мама переживала за них. И вот когда 9 мая 45-го года она в клубе должна была открыть концерт, то так получилось, что мама сказала бабушке моей, Екатерине Тихоне, ты его не пускай, ты его не пускай. А жили мы при клубе в кинобудке, если так можно назвать, это вообще побеленная большая комната, больше ничего. Я прокравался туда, все-таки, на сцену, и на сцене полумрак, смотрю, слева дяденька сидит с баяном, хорошие брюки у него какие-то новые, и справа там кто-то сидит, но полумрак, поэтому я не размечал лица. И я держался за мамину юбку. Мама, конечно, а там темный зал, прокуренный, весь дымный, и что-то такое чувствуется, чувствуется, что-то такое, но чувствуется не трагическое, не печальное, не страшное, а что-то такое очень праздничное. Поэтому только мама сказала, что дорогие друзья, поздравляю с праздником, я выскочил, сказал, эх, тачанка, росточанка, наши городки краса, и так далее, там зал грохнул, я, конечно, смутился, убежал, но вот я к чему, что если тронуть душу каждого, кто еще пережил то событие, то это был действительно праздник, это не можно, нельзя вытравливать из человеческой души. У меня это одно, у другого какого-то это иначе было, но как так вдруг сказать, давайте забудем 9 мая, как праздник победы, сделаю днем печали. Я на такой печаль не согласен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok